Продолжение следует... Но к 2040 году хроническая болезнь почек станет пятой причиной смерти во всем мире. И по различным данным литературным источникам хроническая болезнь почек сама по себе является риском острого повреждения почек, что в свою очередь влияет на дальнейшее развитие хронической болезни почек и скорейший переход к терминальной стадии. Все сообщения о современном лечении острого почечного повреждения хронической болезни почек, конечно же, ограничиваются рекомендациями по послеоперационному введению. И скорее вся терапия направлена на замедление, прогрессирование и переход от первой к терминальной стадии хронической болезни почек. А клинические специалисты, которые занимались лечением основного заболевания, уже не видят этих пациентов. И отложится это время на нефрологов, если в соответствующем регионе нефрологов достаточно. Либо скорее на терапевтическое звено, и эти пациенты получают диагнозы артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность. И только потом, когда соответствующие анализы доберутся до необходимого критического максимума, пациент получает диагноз хроническая болезнь почек и, соответственно, направляется на специальную терапию, которая, собственно, на заместительную почечную терапию. Тем не менее, распутывание клеточных и молекулярных механизмов, которые отвечают за процессы репарации и регенерации, в том числе определение новых биомаркеров, способствует появлению новых инструментов в диагностике и коррекции этих состояний. Поэтому целью нашего исследования было взять определенную группу пациентов, которые перенесли роботоситированную радикальную цистоктомию с формированием интракорпорального или кундуит методом Брикера. В этой группе были оценены... Ну и, собственно, если мы обратимся к определению острого почечного повреждения, то для всех клиницистов это увеличение креатинина. И не каждый обращает внимание на обилие этих процессов регенерации, в котором участвуют различные субпопуляции и фенотипы от макрофагов, которые, в конце концов, вызывают не регенерацию и функциональное замещение тканей, а которые вызывают, собственно, рубцевание тканей. В нашем исследовании участвовало около 180 человек. Пациенты были первоначально разделены на две группы с признаками острого почечного повреждения в послеоперационном периоде и без отсутствия этих признаков. Использованы были панели маркеров гал, цистатин и интерлекин. Да, это стандартный отмаркер, эффективность которой выявление раннего острого почечного повреждения доказано много лет назад в группе пациентов с операциями на сердце и крупных сосудов, в группе операции с трансплантацией печени и, конечно же, в группе онкологических пациентов, сообщения которых, конечно же, предостаточно. И нами были обнаружены, что выделена такая субклиническая группа пациентов, которая по своему количеству, по большому счету, не отличалась от двух остальных групп, и пациенты в итоге разделились на три группы. Это пациенты, которые не имели признаков клинических, общепризнанных признаков острого почечного повреждения, пациенты, которые имели общие признаки и пациенты, которых мы отнесли в субклиническую подгруппу. Это те пациенты, которые все-таки имели острое почечное повреждение в послеоперационном периоде, но оно не было диагностировано в соответствии с общепризнанными критериями. Как бы ни было, это трудно, но нам в руки попал объем материал пациента с неблагоприятным исходом хронической болезни почек после хирургического лечения рака мочевого пузыря, где было обнаружено огромное количество кластеров от макрофагов с субпопуляцией М2, которые мы смогли связать с повышением НГАЛ и доказать, что клинически высокое увеличение от маркеров острого почечного повреждения может предсказать не только раннее появление, но и степень репарации опочечной ткани, учитывая, что нейтрофилы, ассоциированные с желатиназой в исследованиях инвитра и инвива, доказали свою увеличивающую способность для стабилизации популяции макрофагов, которые, конечно же, будут устанавливать всячески противовоспалительные реакции. В заключении хотелось бы сказать, что проблем на самом деле гораздо больше, чем она есть, и острое почечное повреждение, если смотреть литературу за последние 5-7 лет, то, по мнению разных авторов, частота острого почечного повреждения от 3 до 50% в зависимости от уровня используемой диагностики. И современные рекомендации, они, конечно же, диктуют нам не понимание острого почечного повреждения путем определения от маркеров, а постоянная диагностика у постели пациента. Ну а также рекомендуется все-таки познание патогенетически, и учитывая, что доказано уже и инвитра, и инвива роль от макрофагов в развитии острого почечного повреждения, которое ведет к хронической болезни почек, то технологии регенеративной медицины, технологии генной терапии могут показать свою эффективность. По крайней мере, они это уже показали в наших трансляционных, экспериментальных животных моделях. Большое спасибо вниманию, с удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо, Эльдор Айфович. Скажите, пожалуйста, вот есть вопрос, использовалось ли для контроля функционального состояния почек динамической нефроцентографией в вашем исследовании? Да, применяется, но не так часто. Это в основном для определения уже раздельной функции почек, грубо говоря, для определения показаний к оперативному лечению, либо к нефростомии. Обязательно смотрим, конечно, есть ли смысл. Поэтому не так часто, в рутинную практику не входит, но все-таки по показаниям. В исследовании делали вы это? В этом исследовании проводили? В этом исследовании нет. Рутинно всем пациентам не делали. Спасибо, большой, очень интересный доклад. Я думаю, все задумались вообще, погрузились в него, так скажем. Скажите, пожалуйста, а при выявлении этих маркеров в раннем послеоперационном периоде разрабатывали ли вы какие-то меры профилактики развития хронической почечной недостаточности у этих пациентов? Может быть, инфузионную терапию скорректировать, еще что-то? Меры профилактики на самом деле стандартные. Это рестриктивная инфузионная терапия, снижение доли нефротоксичных препаратов. И, в принципе, вот и все, чем мы ограничены, не выходя за рамки клинических рекомендаций. По большей части, отмаркеры на начальных этапах были исследованы для доказательства существования группы субклинического острого почечного повреждения. В настоящий момент мы исследуем эти отмаркеры как показатель суперэкспрессии от макрофагов с популяцией М2Б. Спасибо. Ну, то есть какую-то коррекцию в терапии эти пациенты получали в отношении от тех, у кого, допустим, маркеры не были повышены? Да, это обязательно корректировали. Спасибо большое. Спасибо. И у меня еще один вопрос. Расчетную скорость колбочку и фильтрации Вы определяли по какой формуле и почему? Определяли по калькулятору креатинина, собственно, и здесь было, по большей части, использовали креатинин, чтобы показать улучшенную функциональную способность цистатина С сыворотки крови. Спасибо Вам. Спасибо. Продолжаем. Продолжаем.